приветствую всех с вами холдэм и да мы продолжаем проходить игру туман продолжаем погружаться в этот и крайне интересный мир интересно все таки вещи интересные прям редко найдешь что-то такое прямо интересные проработаны эта игра чисто цепляет чисто тем что хочется просто узнать чтобы дальше сюжет интересный ну ладно так посмотреть на летающих животных смотреть на ярус и посмотреть на лифт и давай на летающих животных я животных люблю летающие животные это хорошо так я перевожу взор с башени и фермерских ярусов на лифте одного из которых мы поднимаемся наверх на парящих существ у них нет крыльев моим как-то удается удерживаться воздух их студенте низ на поле их студенисты извиняюсь если вы слышите это звуки мейн-куны блин задолбали их студент студенисты и бредно-розовые тела испускают слабые свечения отчего те животные что зависли у самого подземного свода напоминают миниатюрные звезды господин я так рад что мне удалось найти зацепку с вашим прошлым восклицает зуб возможно сегодня мы получим многие ответы сама судьба ведет нас я взбудоражен посмотрите мои руки дрожат сердце вырывается из груди от волнения хочется уже поскорее подняться я сам весь в нетерпении вспоминаю как мы получили известия старухи что знает меня мы ели ломтики жареного мяса мы ели ломтики жареного мяса и запивали их густой серый бурдой в лавке какого-то толстяка когда возле нашего столика появилась зеленокожий коротышка он учтиво отвесив мне поклон тут же принес что-то шептать зорду на ух не забуду как изменилось выражение лица моего помощника из радостного вы расслаблено ярославлено стала шарашен кожа попреднела губы вытянулись в нитке в нитку он задавал один и одни и те же вопросы незнакомца а тут лишь пожимал плечами а потом к полной моей неожиданности зурк сказал что ему надо отлучиться впервые меня оставили в версаве одного я даже не успел ничего возразить решив что время для прогулок не самое подходящее город совсем город я совсем не знаю только заблужусь в лабиринте трущоб поэтому просто сидел в лавке изредка заказывая себе местные острые блюда вскоре вернулся возбудораженный зурк не успев плюхнуться на стул он сразу же заявил что наша нашел старуху которая растила меня в детстве спросить про обслуживание ферм наверное тяжело обслуживать фермы спрашиваю я эта женщина работает здесь и кстати говоря тут нет нету смысла тут он два вопроса в одном задает наверное тяжело так в отличие от остальных мест версаве и здесь с каждым из каждого яруса с каждой металлической капсулы и башни горят приятные для глаз зеленые фонари никаких тебе красных лучей переклик перекрикивая дребезжащий лифт мой помощник отвечает да обслуживать всю эту махину непросто а что касается старухи хм она обитает здесь если так можно выразиться вы на месте поймете господин наконец этот скрыжащий металлический монстр останавливается его пили передняя ржавч поедет проеденная ржавчиной дверца складывается сама в себе зурк выходит а я следую за ним по внешней галереи мы направляемся прямо к широкой арке с высоты в нашего яруса весь гигантский отсек ферм кажется игрушечным две башни одна квадратная другая круглая словно собраны из детских кубиков где-то внизу возле капсул внутри которых цветут пышные сады ходят люди отсюда они напоминают миниатюрных солдатиков мы словно находимся в огромной коробке заставленные пластмассовыми поделками вздохнуть полной грудью я вдыхаю полной грудью стараюсь запомнить здешний запах сочный свежий наполненный приятными ароматами цветов больше нигде не сталкивался с подобным это такой типа оазис с живой жизни потому что везде просто одна пустошь ничего не растет а тут у них целая под землей целый комплекс с цветами ну и ну так и только сейчас понимаю насколько обеднена жизнь тех кто обитает на поверхность ведь там давно уже ничего не растет там ноздри жгут запахи машинного масла крови его немедленно гниющих тел сюда вот так просто можно пройти люб прийти любой спрошу я а стража неужели тут ничего не нет ничего цен это открытое священное место отвечает зурт никто не решится здесь даже сорвать травинку иначе души тех кто отдавал свои соки страшно отомстят к тому же редкие страшники и смотрители тщательно наблюдают за гостями если кто-то настолько безумен что готов отломать ветку или вкусить плод то его окажут со всей строгостью наших законов на месте отрубит пальцы или и забьют до полусмерти а могут приговорить к более суровой каре поэтому здесь царит спокойствие хотя разумеется есть галереи куда они куда ни один горожане не попадет но там туда но нам туда и не надо господин понял мы заходим в арку гул толкающихся механизмов а поливающих поливающих механизмов достаем доставы доставшихся от богов скрежет лифтов и гуман толпы с меня странными щелкающими звуками и низким гудением во рту появляется приятный сладкий привкус горит коридор постеменно сужается потолок нависает от моей головой на стенных панелях горят зеленые лампы из всех щелей тянутся странные жилы похожие на 1 3 раскормленных червей из остальных кором коробок на полу жужжа вырываются холодный ветерок боги прошлого были поистине велики велики если могли создать создать нечто подобное жаль только знание давно потерялись несмотря на все это металлическое изобрали разнообразие раз растительность как-то смогла пробраться сюда на полу вьются корни несколько некоторые куски стен опутаны ветвями с густой листвой в воздухе висит пух так и норовящий попасть в нос фонари облеплены красными бутонами неизвестных мне цветов довершают картину странного союза живого и искусственного прибитые к панелям мраморные рельефы это уже дело рук жителей версии опять путают пугают кошмарными мясной кошмарами мясной бог поедает живьем людей на поверхности над городом пляшут чудовище странное здесь местечко мы уже скоро придем говорит зурт аккуратно переступая через очередной корень на пути нам изредка попадается стражей в отличие от других мест подземного города здесь они не закованы с ног до головы в пласть в пластин личные доспехи а носят лишь обручок в отличие от других мест подземного города здесь они незаконны с ног до головы в пласть в пластилищные доспехи а носят лишь бронзовые нагрудники до вычурные кожаные юбки на поясе у каждого висит висят ножницы с коротким бичом оружием с которым удобно сражаться в замкнутых пространствах стражники лениво прохаживаются коридором мимо нас про прохаживают по коридорам мимо нас смотря на важность предстоящих предстоящей встречи мое внимание приковано к окружающему разнообразию растений и древних механизмов за стеклянными стенами стеными стенными панелями открыт открываются виды невероятной красоты стальные стержни и поручни обвивают лозы винограда возвыша возвод стержни и поручни обвивают лозы винограда возвышаются могучие деревья чьи чьи кроны достигают сводов стиль и стелющихся стелющегося поля папоротников в изумлении таре я в изумлении таращусь по сторонам с трудом сдерживая себе радостный возглас до сих пор версия предстает представлялась местом где творятся чудовищные вещи человеческие жертвоприношения кровавые арены каннибализм но даже здесь есть чудеса если мир на поверхности рухнет исчезнет навсегда то в подземном городе жизнь сохранится мы пришли господин говорит зурт он останавливается напротив широких раздвижных дверей на чьих металлических поверхностях играют зеленые блики фонарей кстати говоря то предложение предположением то что город сохранится чё то мне это не кажется потому что каждый раз когда вы куда-то приходим за нами идет туман там уже кучу раз говорили об этом чертовом тумане проповедник говорил о тумане который покрыл и уничтожил целый город чё то мне кажется что этот 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 монстр этот непонятная сущность которая следует за нами она уничтожит им подземный город и никто от него не спасется никто даже под землей ты от него не укроешься чё то мне такое пассимистичное отношение мы пришли господин говорит зурт он останавливается напротив широких раздвижных дверей на чьих металлических поверхностях играют зеленые блики фонарей волнение наконец-то переполняет меня сердце бьется загнанные птицы руки начинают дрожать собраться я заставляю себя собраться и хотя бы внешне не показывает свою тревогу зурт кладет ладонь на рычаг вы готовы господин я должен о чем-то знать о том как вести себя как и раз и как разговаривать будьте самим собой вот и весь секрет я улыбаюсь киваю и говорю ладно я готов дверь со скрипом отходит в сторону лицом обдает тепло теплый влажный волной от которой на лбу выступают испарин мне приходится делать усилие чтобы дышать словно встягиваю носом себя воду из-за этого чуть приоткрываю рот зайти в отсек захожу в отсек он небольшое стоит сделать шагов 20 как у брусь в чуть наклонен наклоненные стены на противоположной стороне под ногами шелестят листья на аккуратных грядках растутся высокие растения с крупными зелеными плодами сэр в центре отсека древо с густой пышной листвой не об не об не обхватным стволом корона на нем местами потрескалась и чернеет глубокими ветвистыми трещин и где же женщина на миг закрываю и где и где-то женщина на миг закрывается под подлинка так все давайте приветствую так продолжаем это уже сейчас следующий следующий день 1 серия уже вышла это мы до запишем сейчас на миг закрадывается подлинкой мы слишком что поможет их загнал меня в ловушку и сейчас попытается убить но я тут же отверг и возможности расправиться со мной было множество зур стараясь вступать по черной влажной земле идет к дереву извините если скотина с кошка постоянно орёт я не виноват все эти собаки блин они любят так орать извиняюсь за этот ор на фоне если он вообще туда попадает следуйте за мной господин давайте выпал озираясь по сторонам послушно выполняю его просьбу наверное вы порождаю войти нет извиняюсь кыш отсюда наверное вы поражаетесь здешней красоте начинает поможет насколько мне известно только в центре и в священном куполе есть сады похожие на наш последние зеленые островки которые кормят выживших после всех катаклизмов а истина заключается в том что все эти дары имеют свою цену и она очень высока к чему ты клонишь стол ствол дерева от открывает открывает глаза тип получается даже вот эти островки это типа люди и из людей делают мутантов еще из людей делают растения я инстинктивно делаю шаг назад на меня смотрит подобие человеческого лица широкие выпирающие скулы длинные губы покрытые пластинками коры распал расплющенный нос и массивный лоб она измененная некоторые из некоторых стариков и старух объясняет помощник отправляют в демонстриарий чтобы превратить их в тех кто дает свои жизненные соки земле и растения без этих несчастных здесь бы ничего не росло в версаве нет ни одного места которое бы не было осквернено господин именно поэтому многие жители хотят кардинальных перемен старуха дерево переводит взгляд в мертвенно черных глаз на меня и расплава расправляет губы ты пришел ее голос группы тягуч давно не виделись извиняюсь очень шана надоедливо поприветствовать я рад видеть тебя незнакомка ей надо время разговарив ей надо время разговориться и надо время разговориться шепчет зурт пойдите в ее положение нас здесь практически одна люди к ней редко захаживают лишь по какому-то невероятному стечению обстоятельств удалось узнать о том что она воспитывала вас господин я сам до сих пор поражаюсь как так получилось возможно возможно стоило сразу привести вас сюда но кто мог знать слышно как внутри старухи дерево что-то булькает из скрип и скрипит звуки мерзкие я хмурюсь борис борясь желанием поскорее уйти посмотреть на стены отсека перевожу узор на стены отсека развешенные зеленые и желтые фонари разгораются сильнее чего тени и прячутся по углам на сияющих разноцветных жилах облак облаком роется роются мошки на зеркальных панелях поблескивают капельки воды мухи вы выдавливает из себя измененные они везде ненавижу их лезут в рот в нос и и уши сойду здесь сумма танцующие ты слышишь меня громко спрашивает зурт я привел к тебе избранного скажи или моргни я не понимаю в каком ты сейчас состоянии старуха деревьев широко открывает рот а так затягивается очень низким выражением лица и за застывает мученическим выражением лица доносится из черного провала ее глотки надо что-то придумать зурт вскидывает руки подождите господин такое уже случалось мухи ненавижу мух они везде кружат жужжат прогоните их хочу умереть танцующие очнись издается помощник прошу тебя поговорить в сторону и вы меня слышите спрашиваю я мы же знакомые до никаких результатов кажется нам здесь сделать нечего измененное давно лишилась рассудка лопочет бессвязный бред и совершенно не хочет слушать зурта еще одна ниточка ведущая к моему прошлому оборвалась проклятье если бы я появился верславии чуть-чуточку раньше то возможно удалось бы нормально поговорить со старухой от собственного бессилия все клокочет внутри вдруг меня осеняет гениальная мысль ну конечно же зурт отойди пожалуйста я шагаю к дереву ноздри щекочет приятные ароматы маселой зеленой листвы и я подмечаю что нас над покрытым корой лбом застыл взор в золоте кусочек смолы касаюсь указательным и средним пальцами измененный еще участки где смогу проникнуть в ее сознание какой-то момент сердце резко замирает и реальность распадается на части меня уносит поток незнакомых мыслей я перестаю чувствует собственное тело границы времени и пространство размываются я везде и нигде я одновременно существую и являюсь чей-то больше больной выдох я человек и дерево единое целое она прислоняется к спиной к стене любуюсь как ее мальчик играется вырезанными из костей игрушкой какой невероятно прекрасный такой беззащитный у нее свободный день поэтому можно никуда не торопиться и наслаждаться моментом спокойствия он ее жизнь ее смысл на корточках ее смысл на корточках бросает миниатюрных монстров на кровати залил заливист смеется когда они громко отскакивают от кирпичных стен так малыш часами может просидеть не прося ни еды ни воды порой это ее беспокоит как можно быть настолько поглощенным забавой но она быстро себя убеждает он всего лишь ли ребенок и смышленыш дети никогда не следят за ходом времени яркие наполненные чувствами образы выталкивают меня из своего тайника получилось в этот в этом мальчике я почувствовал себя и наконец-то нашелся тот кто всем мне объяснит ни одно воспоминание не уйдет от меня она сидит на широком подоконнике затаив дыхание на улице ее ребенка впервые приняли другие мальчишки и теперь они все вместе используют правило джин джин жуку чтобы загнать мяч вы и им праве импровизированные ворот она хотела бы сейчас разделить радость этого счастливого мгновения с пучей но к сожалению принципе братства и и ей запрещают подожди это получается наша мама была членом братства именно черного солнца избранного должна воспитать женщина одиночка это установила черное солнце и никому не дозволено и речь идти и и никому не дозволено перечить поделиться стив поделиться теплом с душой старухи кстати давай поди поделиться теплом с душой старухи Все тепло, вся доброта, что есть во мне, я отдаю несчастной женщине, вливая энергию в нее, как воду в кувшин. Взамен она делится со мной своими звуками, запахами, чувствами. Мне остается только впитывать все. Точно губка. Ничто не должно остаться незамеченным. Вдруг больше не удастся попасть на ферму. Он скользит пальчиками по тыльной стороне ее ладони. Засыпай, неугомонный, говорит она, поправляя его одеяло. Завтра будет новый день и новые радости. А почему твоя кожа в морщинах, мам? С годами люди стареют, цвет моего сердца, отвечает она. Все они постепенно теряют силы, красоту, чтобы в какой-то момент уступить молодым. Значит, я тоже когда-нибудь вырасту? Конечно. И покроюсь морщинами, как ты? Он не понимает, насколько ранят его вопросы. Так невинно смотрит на нее и ждет ответов. А она старается все ему объяснить, хотя порой не выдается в подробности. Например, сегодня намеренно не коснулась темы смерти. Он слишком маленький, ему еще рано знать о таком. Придет время и... Углубиться во вспоминаниях и ничего не делать. Полезем дальше? А потом у себя в комнате она рыдает, уткнувшись в подушку. Перебирает в памяти тех мужчин, которых бросила и которые бросили ее. Боги, сейчас бы все отдать за то, чтобы отмотать все время назад и попробовать начать все заново. Чужие эмоции передаются тебе. Горечь давно прошедших дней, непроходящая с годами материнская любовь, горничащая с безумием доброта. Я замираю в этом вихре чужого сознания. Мне требуется некоторое время, чтобы дальше углубиться в воспоминаниях. Еще немного, еще чуть-чуть. Заслоняя с собой уличный свет, он стоит на пороге их дома. Высокий, статный, красивый, возрослевший. Боги. Года бегут так быстро, что за ним не угнаться. Кажется, еще вчера этот парень был совсем крохой и едва мог дотянуться до стола. А сегодня он выше ее, не ее на целую голову. Вранье. От выступивших слез их дом расплывается мутными колькими кляксами. Она хочет сказать ему, чтобы он не уходил, не покидал ее. Она кричит от боли, не в силах больше терпеть. Еще слишком рано, переждал бы хотя бы годик или два. Внутри нее все бушует от непосправедливости. В черноте комнаты она одна, одна, одна. Вдруг остальные члены братства ошибаются, и он никакой не избранный. Обычный человек, а не тот, кто пробудет черное солнце. Эти мысли назойливо лезут ей в голову, сколько ни пытаясь их прогнать прочь. Оставьте в покое. Пастырь из мяса, как же сверлит в висках. Такое ведь бывает, многие допускают промахи. Тяжело дыша, я отдергиваю руку от лица старухи дерева, теряя равновесие. Теряю равновесие и падаю. Если бы Зоров не подхватил меня в самый последний момент, рухнул бы прямо на грядке, и тогда беды от страшников не миновать. Чужие воспоминания еще кружатся пеплом перед мысленным взором. Глубоко дышать. Стараюсь прийти в себя, глубоко дышу. Немного легчает. — Господин, что случилось? — спрашивает помощник. Задаю себе тот же вопрос. Все шло хорошо, я летел в сознание измененной, выхватывая осколки ее памяти. Меня переполняло от счастья. Наконец-то я чувствовал себя полным, целым. Ведь кто-то знал меня еще с малых лет, а потом будто воспоминания растворились. Я увидел два разных события в одном и том же промежутке времени. Странные ощущения. Как вообще это возможно? Вот юный я стоял на пороге дома, намереваясь навсегда уйти из Версавии. И одновременно меня будто никогда не было, та женщина лежала одна на кровати и царапала ногтями до крови саму себя. «Господин!» — шепчет Журт. «Со мной все хорошо. Давайте уйдем отсюда, зря я вас привел. Думаю, толку никого не будет. Мы только зря потеряли время. Простите меня. Но я должен узнать всю правду. Вновь кладу пальцы на лицо старухи дерева, и вихрь чужой жизни уносит меня». Так. Ну, думаю, да. Думаю, на этом мы остановимся и продолжим погружение уже дальше самостоятельно. Сами уже продолжим погружение, а потом. О, интересно, конечно. Но пока что ничего однозначного. Это то, что мы знаем только теперь свою матушку. Вот знаем именно о ее воспоминаниях. Но только, точнее, половине о том, что нас воспитывали. Она нас воспитывала. Но одновременно с этим нас как будто бы рядом с ней не было вообще никогда. Ну, я думаю, когда мы глубже углубимся, может, что-то да и сможем узнать. Так. Продолжим уже дальше в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, предлагайте игры, критикуйте. Также можете обсуждать небольшие, делать теории на счет сюжета, только не спойлерите, пожалуйста. Заглядьте в описание. Там будет ссылочка на мой дискорд-сервер, на рутуб-канал. Вдруг что с ютубом случится, так мы не потеряемся. И на группу крайне хорошего человека. Дизайнера, который делал нам шапочку и логотипчик. Ему большое спасибо за его работу. Благодаря нему у нас такая вот красота теперь красуется. На канале. И также и вы можете заказать себе недорого такую вот хорошую работу. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, так вы о новых видео знаете, пополните нашу большую, но все такую же крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok